МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти минуты проходит ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В этом году она особенно актуальна, поскольку глава государства заявила о намерении снова баллотироваться в президенты будущей весной. На мероприятие аккредитовано более полутора тысяч журналистов, в том числе трое наших коллег из алтайских СМИ. Ну а наша съемочная группа сегодня вышла на улицы Барнаула с вопросом, о чем бы хотели спросить президента сами жители. Очень трудный вопрос. Я бы спросил, что еще можно сделать для безопасности нашей страны. Какие улучшения в жизни людей, простых людей, будут в следующем году? Почему в колледжах степенье такая маленькая? Рассмотреть вопрос по налогам на недвижимость. А что конкретно? Рассмотреть кадастры, стоимость, пересмотреть, либо внести изменения. И также применение коэффициентов, которые в налоговом годности. Потому что каждый муниципалитет по-своему трактует, и налоги очень обременительны для простых граждан. Планируется ли повышение пенсии, повышение зарплаты в нашем городе, на Барнауле, на Валтайске? И, конечно, бы хотелось, чтобы повышение было в предприятиях, где люди работают, чтобы не 10 тысяч была зарплата, а больше, чтобы люди могли обеспечить себя. Я бы, наверное, задавала в большей степени вопрос про поддержку государственным молодым семьям, в плане покупки жилья. То есть, как сейчас молодым семьям, у которых нет возможности даже на первоначальный взнос накопить себе денежные средства, чтобы взять эту несчастную ипотеку, как нужно этим семьям помочь? Да, в Валтайском крае жить будет хорошо. Одна из главных дорог краевого значения. В регионе открыли участок реконструированной трассы Барнаул-Камень-Наби, граница Новосибирской области. Накануне трассу проинспектировали власти региона. Губернатор, в частности, назвал дорогу предметом для гордости. На эту магистраль завязаны почти два десятка районов. За два года было построено 13 километров. В строительство вложили 610 миллионов рублей из регионального дорожного фонда. Срок гарантии – 5 лет. Но власти высказали надежду, что дорога должна прослужить гораздо дольше. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию отремонтированное левое направление участка в 4 полосы. Между тем, в крае массово закрываются автозаправочные станции. За последние три года прекратило существование около 70 местных АЗС. Еще порядка 100 могут закрыться в ближайшее время. Причиной, считают эксперты, в политике крупных нефтяных компаний. Власти региона проблемы не замечают. А некоторые районы скоро могут остаться совсем без заправок. Но, значит, без топлива. Владелец этой заправки в одном из районов Алтайского края мечтает ее продать. Только вот некому, потому что прибыли она не приносит. Общаться с нами на камеру предприниматель отказался. Возможно, не хочет говорить о неудачах. Чтобы привлечь клиентов, вынужденно установил цены ниже, чем у конкурентов. Недостачу компенсирует другой бизнес. Но убытки от этой АЗС все больше. Поэтому ее может постичь участь десятков таких же. Вот таких закрытых и уже даже заброшенных заправок в Алтайском крае становится все больше. Но ситуация на этом участке трассы Барнолу-Рубцовск особенно показательна. Буквально через 100 метров по ту сторону дороги находится заправка крупной федеральной сети. И вот такой закон экономики. Если появляется крупная федеральная сеть, то мелкая, небольшая прекращает существование. Мы опросили руководителей четырех небольших автозаправочных компаний, работающих в Алтайском крае. Открыто на камеру говорить о кризисной ситуации они тоже не решаются. Говорят, боятся отпугнуть оставшихся клиентов. Но проблемы подтверждают. Так владелец одной из сетей АЗС за последние три года закрыл 16 из 30 своих заправок. Такая сложилась экономика. Оптовые цены на качественное топливо с крупных нефтебаз поставщики поднимают намного выше, чем розничные. Литр бензина в опте может вырасти на рубль или полтора. И мы, покупая топливо у них, вынуждены увеличивать цены на своих АЗС именно на эту разницу. А сами поставщики на своих АЗС поднимают ценник только на 30-40 копеек. В итоге наши небольшие заправки становятся неконкурентоспособными. В Алтайском крае это однозначно так, потому что взять соседний Новосибирский регион, там такой ситуации нет. Там автозаправочные станции не закрываются. Там нормальная экономическая есть платформа. Есть вполне понятная оптовая цена и конкурентная розничная цена. В Алтайском крае, меж тем, федеральные АЗС присутствуют далеко не везде. Их нет в 18 районах региона. Там невыгодно. Поэтому заправляют, пусть и дороже, только местные, выполняя своего рода социальную функцию. А значит, если они закроются, то автовладельцы из этих территорий вынуждены будут ездить на АЗС других районов, неся дополнительные затраты. Власти, говорят местные заправщики, проблемы не замечают. Последний раз в ситуацию с бензином вмешивались 6 лет назад. Но и тогда губернатор Александр Карлин пообещал содействие не малому топливному бизнесу, а нефтяным гигантам. Александр Карлин обратил внимание на недостаточно развитую сеть автозаправочных станций государственных нефтяных компаний. В 19 районах АЗС данных компаний отсутствует. Поэтому губернатор предложил рассмотреть возможность развития сети АЗС. Александр Карлин готов оказать максимальное содействие в реализации подобных проектов. Крупные компании пока во все районы края идти не спешат, считают экономику. Оставшиеся небольшие игроки топливного рынка тоже ведут подсчеты убытков. Несколько дней назад стало известно, что оптовые цены бензина снова выросли. 92-й на 40 копеек с литра, дизельная на 80. Поэтому, возможно, уже до 2018 года доживут далеко не все местные АЗС. Василий Морозов, Павел Лауренен, Александр Андропов. Наши новости. Несколько сотен жителей села Вылково Тюменцевского района пятые сутки подряд остаются без воды. Причина – порыв местного водопровода, который не спешат устранять коммунальщики. По словам жителей, авария произошла еще в субботу. На следующий день на место приехали работники коммунального предприятия, отключили водонапорную башню, раскопали большую яму и, не устранив поломки, уехали. С тех пор в половине домов села Вылково нет воды. Люди, а у многих маленькие дети, личные подсобные хозяйства, воду вынуждены набирать у селян на другом конце деревни. Вы скажите, вот сейчас бы у вас в городе отключили на пять дней воду. Вы бы как это среагировали? У меня вот в день надо примерно мне 180 литров воды. Потому что у меня скотина, корова, быки, поросята, телята. Мне все это надо надо напоить. Местные коммунальщики свою нерасторопность объяснили просто. Сначала не удалось установить место порыва водопровода, а на следующий день сломался экскаватор. Трактор у нас один-единственный на весь район, который в ремонте. Вчера его только починили. В обед он вышел на работу, этот трактор, на аварию, которая произошла у нас в Тюменцево тоже самое, где-то в пятницу или в субботу. Трасса по отоплению была выведена из строя. К ремонту водопровода приступят только после того, как в Тюменцево починят теплотрассу, которая ведет к детскому саду. Но пока коммунальщики здесь не могут найти место порыва. Между тем, они заверили подачу тепла в райцентре Тюменцево, и воды в селе Вылково возобновят завтра. Мы следим за развитием. Сотрудника Росреестра подозревают во взяточничестве. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным правоохранителей, специалист отдела государственного земельного надзора получил 15 тысяч рублей от предпринимателя, который использовал земельный участок не по целевому назначению. Деньги нужны были, чтобы не организовывать проверку и не привлекать нарушителя к административной ответственности. Есть вероятность, что это был не единственный человек, на котором незаконно зарабатывал сотрудник госструктуры. О других ЧП в журнале происшествий. Здравствуйте. В Красногорском районе произошла страшная и странная авария. Недалеко от села Суртайка лоб в лоб столкнулись МАЗ и Волга. По предварительным данным, автокран на повороте, который плохо просматривается, вылетел на полосу встречного движения. Водитель крупногабаритного МАЗа погиб на месте. Шофер и пассажир Волги, которая превратилась в груду металла, выжили, но получили травмы и были госпитализированы. Очевидно, что они родились в рубашке. Но как погиб автокрановщик, пока непонятно. Очевидцы высказали несколько предположений. Первое, у водителя МАЗа случился сердечный приступ, и именно поэтому он выехал навстречку. Второе, от удара мужчина вылетел из машины через лобовое стекло под колеса своего же авто. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают полицейские. Лишил жизни из-за 4000 рублей. Следственный комитет раскрыл жестокое убийство в селе Целинное. Преступление было совершено около месяца назад. Кто убил 81-летнюю бабушку, сразу не было возможности определить. Но сейчас картина происшествия восстановлена. Парень пришел к пожилой женщине, чтобы одолжить денег. Когда получил отказ, до смерти забил пенсионерку поленом. После нашел у нее 4000 рублей, забрал их и скрылся. Задержали его в Бийске. Сейчас он находится под стражей. На сегодня все. До свидания. К другим темам в краевой столице начались праздничные представления. Все театры Барнаула к Новому году готовы. 15 декабря на генеральный прогон волшебной сказки приглашают в театр драмы. А 17-го в мускомедии покажут «Синюю птицу». Актеры каждый день накануне сдачи почти с утра и до вечера репетируют. Кстати, роли в спектакле про «Синюю птицу» довольно необычные. Например, Ольга Жданова, артистка балета «Душа света», а Виталий Селюков играет еще нерожденного ребенка. Актеры театра «Кукол сказка» тоже готовят сюрпризы для малышей, продолжая сами верить в чудо. Новый дом кукольного театра появится не раньше лета 2019 года. Накануне в Барнауле определился подрядчик для строительства здания. Им стала компания «Селф». Этого момента горожане ждали около 7 лет, что велись разработки проекта «Новой сказки». При том, что половину этого времени театральная труппа вынуждена скитаться. Как новый дом для одного из главных культурных объектов края из цели превратился в мечту, выясняла Анастасия Дороган. Крыша течет, стены в трещинах. Для директора театра «Кукол» Галины Шнайдер сказка была далека от мечты еще в 1988 году. По словам руководителя, деньги на простой ремонт выбивало несколько лет. Лишь так театр достоял до нового века. В 2010 году эксперты рекомендовали сказке ограничить работу. Здание ветшало на глазах. Тогда театры решили реконструировать. Проект коснулся в основном внутреннего содержания. Заменили бы всю механику сцены. То есть площадки бы опускались и поднимались, а управлял этим всем компьютер. Для хорошей акустики изменили бы потолки и стены. Еще в зале бы установили кресло-трансформеры, чтобы регулировать рост маленьких зрителей. Но и самое главное, появился бы третий этаж, мансарда для складов и мастерских. Здесь площадей уже не хватало. С этим проектом театр вошел в амбициозную концепцию «Барнаул. Культурная столица Юга Сибири». В 2013 году сказка съехала. Как объясняли власти, вот-вот начнутся работы. В это время здание признали аварийным. Потолочные плиты требуют, чтобы регулярно была проверка их прочности и надежности. А они эту прочность и надежность не могут обеспечить по той простой причине, что течет крыша, что перекрытие там уже надо менять. Но эти работы так и не начались. Эксперты заключили, масштаб ремонта слишком велик, проще построить новое здание. И в 2015 году началась разработка очередного проекта сказки. На него выделили уже 12 миллионов рублей, что в 10 раз больше, чем на предыдущую документацию. Бюджет 2016 года непростой, он дефицитный. Но вместе с тем мы не только не отказываемся, а мы продолжаем работать по концепции «Барнаул. Культурная столица Юго-Западной Сибири». По первому эскизу здание театра выглядело довольно скромно, но к концу разработки проекта сказку решили завернуть в красивую обертку. Вопрос внутреннего содержания остался вторичным. Позже глава региона потребовала ставить здание у два этажа, поэтому резали и бюджет строительства с 400 до 300 миллионов рублей, что может отразиться и на качестве работ, и на количестве новой техники. И если руководствоваться все той же концепцией, культурная столица Юго-Сибири, рассчитанная до 2017 года, театр должен был переехать в новый дом к концу этого года. Сейчас сказка действительно в новом здании, но по-прежнему временном, бывшем кинотеатре «Родина». Ни штанкетов не хватает, и угол подъема, и подъем на пустную яму у нас нет. Ширма в этом зале очень тяжело идет, потому что у нас очень большой, высокий подъем стульев в зале, но вместе с тем мы адаптировали. Тянулась не только переделка проектов, не сразу прошли и госэкспертизу, а аукцион на строительство на сайте госзакупок объявили лишь месяц назад. Претендентов было немного. По одной из версий, объект не популярен из-за рисков. Известный барнаульский архитектор Александр Деринг уверен, что 300 миллионов недостаточно для создания под ключ уникального здания театра. Хороший, небольшой, уютный зал с хорошей акустикой, с хорошим оборудованием. Вот я несколько раз постоянно говорю «хороший», потому что если это делать плохое, то, соответственно, деньги будут потрачены впустую. На мой взгляд, это не совсем, может быть, сумма реально отражает расходы. Однако, единый стройзаказчик такие опасения не разделяет, ссылаясь на госэкспертизу проекта. Недавний аукцион определил генподрядчикам компанию «Селф». Она обошла всего одного конкурента. Контракт с застройщиком должны подписать через неделю. И с этого момента пойдет отчет полутора лет, отведенных на все работы. Но будут ли сроки соблюдены на этот раз? За семь лет ожидания барнаульцы уже устали верить в сказку. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Ну а прямо сейчас, что еще интересного произошло в городе и крае за последние сутки, знают журналисты Сибирской медиагруппы. В ежедневном обзоре мы рассказываем о новостях наших коллег. О самом главном за минуту Ирина Корчагина. Краснокнижные птицы Алтая могут исчезнуть из заказников. Об этом стал известен Анни Адамайтес, корреспондент у газеты «Комсомольская правда Алтай». Закон, который рассматривают в Думе, запрещает тренировку соколов. Но под удар попадают и питомники, в которых разводят хищных птиц для сохранения в природе. В частности, Алтай-Фалькон. Родителям алтайских новобранцев президентского полка выделили 390 тысяч рублей. Об этом сообщили журналисты газеты «Аргументы и факты Алтай». В этом году в престижное военное подразделение отправились служить 15 парней из Алтайского края. Сотрудники барнаульской компании рассказали, что на их корпоративе выступит «Пелагея» и «Михаил Боярский». Эта новость появилась на сайте «Аргументы и факты Алтай». Большинство жителей города мечтают в новогоднюю ночь увидеть Стаса Михайлова, Ивана Урганта, Григория Лепса и Андрея Малахова. Владельцы крупных компаний готовы платить за выездную вечеринку от 400 тысяч рублей до 2 миллионов. Ирина Корчагина, Наши новости. О погоде. Спонсор прогноза погоды кондитерская фирма «Алтай» представляет новую коллекцию новогодних подарков под маркой «Савинов». Разнообразие вкуснейших конфет, батончиков и сюрпризы. Рецепт идеального сладкого подарка на Новый год. Спрашивайте в магазинах города. Ух ты! Новогодние подарки! А что внутри? Наши любимые конфеты, батончики и сюрприз! Новогодние подарки «Савинов» от 60 рублей. Спрашивайте в магазинах города и по телефону 501371. «Савинов». Сладкий вкус качества. Завтра в крае без осадков. На дорогах гололед. Ночью и утром местами изморость, туман, ветер, переменные слабы. Температура в Змеиногорске и Белокурихе минус 20, 19 мороза в Рубцовске, в Славгороде-Бийске минус 18, 17 градусов, в Валейске и Камни-Наби и 13, ниже ноля в Заринске. В Барнауле 15 декабря без существенных осадков. На дорогах гололед. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура ночью минус 24-26, днем 16-18 градусов, ниже ноля. Спонсор прогноза погоды Восточный экспресс-банк поздравляет жителей Барнаула и Алтайского края с наступающим Новым годом и Рождеством. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от Банка Восточный. Ну а сейчас полезная информация для автолюбителей. Накануне Нового года некоторые автоцентры предлагают выгодные акции и скидки. Какой подарок можно сделать себе и родным на главный зимний праздник, расскажем далее. Больше комфорта, динамики и уверенности для тех, кто выбирает драйв. Седан Татсун Ондо от автоцентра АНТ с японской автоматической коробкой передач. Хороший выбор для тех, кто ищет бюджетный, но качественный автомобиль. Надоело уже ездить на механической. Решил попробовать на автомате. Очень удобно, хорошо. Автомат чисто японский. Наблюдал во многих японских автомобилях с правым рулем. Не обошлось без приятных сюрпризов накануне Нового года. До конца декабря действует выгодное предложение. При обмене своей машины на любой автомобиль японского бренда Датсун вы получите скидку 50 тысяч рублей. Плюс комплект зимних шин в подарок. Модели Датсун удивят вместительным багажником и высоким клиренсом. А электроподогрев стекол – незаменимая опция в условиях сибирской зимы. Удобное расположение сидений с подогревом. Что для зимы это нам очень хорошо. Обширная панель приборов, мультимедийная система. Все необходимое для блага вождения. Все в автомобиле есть. Кредит на бюджетный японский автомобиль можно оформить по двум документам, находясь в любой точке края. Позже с вами свяжутся специалисты автоцентра и сообщат день выдачи. За более подробную информацию обращайтесь к официальному дилеру Датсун в Алтайском крае в автоцентр АНТ по телефону 28 22 22. Ну и на этом у меня все. Телефон редакции 722 440. Хорошего настроения. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok